Вот, к примеру, кому кого следует опасаться? Человек должен бояться домашнего кота, или кот должен бояться человека? Давайте вопрос ко всем. Ну чего молчать, я же вас не о жене спрашиваю. Ну что с вами? Кому следует бояться? Человеку или домашнему коту? А, может вы не понимаете, просто надо говорить кот, а вы говорите кот. Кот. Вот вы разговариваете в Южной Африке. Надо бы вам немного преподать урок английского. А то вы здесь иногда слова укорачиваете, когда укорачивать не надо. Допустим, мы говорим какие-то слова полностью, а вы их укорачиваете, и смысл меняется. Я уж конкретно не буду говорить. А то вы скажете, мол, да что он такое говорит. Но есть слова. Так что кот, а не кат. Ну в общем, я в урок английского уже углубился. Надо кот говорить. Есть люди, которые боятся котов, так ведь? Вы-то знаете, вы же боитесь своих жен. Есть люди, которые котов боятся. Вот мимо него кот проходит, да. И человек такой боится. И если кот почувствует страх, он может на этом поиграть. То же самое. Джин, если страх чувствует, может поиграться с этим. Все ли джины хотят вселиться в тебя? Нет. Нет. В основном джинны этого не хотят. Если они вселятся в твое тело. Я сейчас говорю о невидимых джинах. Чтобы джинам вселиться в твое тело, им нужна для этого причина. А так они вселятся не хотят. Они могут сделать две вещи. Первое. Проникнуть внутрь. И просто как шайтаны, как дьяволы. Нашептывать в нашем сердце. Понаущают и уйдут. И если это нашептывание. Если джин наущает. Ты не услышишь шепота. Не будет этого. Они что делают? Они тебя обманывают, заставляя поверить, что это ты это говоришь. Что это твой собственный внутренний диалог. Таким вот образом джины и нашептывают людям. Вот, например, смотрите. Если я разозлился на какого-то человека, то джин, дьявол, зайдет в меня и будет говорить «Эх, сколько можно уже? Как? Я все это терплю. Как? Он такое мог сказать». Кто это говорит? Я или еще кто-то? Кто говорит? Кто-то другой. Это джин. Но джин это говорит так, как будто я сам это говорю. От первого лица. И я думаю, что это я говорю. Так они наущают. Джин не говорит это от своего лица. Эй, как ты это терпишь? Эй, сколько терпеть это можно уже? Если бы в уме у меня резко прозвучало. Эй, пошли его. Эй, ты кто? Понимаете? Так что джин наущает от первого лица. Это первое. А второе, что они могут сделать? Это вселиться в тебя и частично овладеть твоим сознанием, твоим разумом. Это уже другое. Здесь есть барьер. Его Аллах поставил. И ни один джин не должен приступать к эту границу. Это постановление Всевышнего Аллаха. Что они не должны проникать в наш мир, а мы не должны проникать в их мир. Например, джинны повсюду, но бояться нечего. Вообще абсолютно нечего бояться. Если ты человек с сильным характером, живешь обычной жизнью, ни один джинн тебя не побеспокоит. Да, конечно. Бывают периоды, когда особую осторожность следует проявить. Вот такой пример приведу вам. Это реально факт. Вот, например, днем много света. И в это время людей, конечно, ходит больше, чем джиннов ходит. Ну, или правильнее сказать, летает, перемещается. Но когда солнце зашло, то есть наступил Магриб, вот тогда-то джинны как раз и оживляются. От Магриба вплоть до рассвета, до Фаджра. Поэтому, если ночью идешь куда-то, по какому-то темному месту идешь, идешь в таком месте, где обычно люди не ходят, тогда хорошо бы как-то предупредить джиннов о своем присутствии. К примеру, так. Покашлять. Это даст им понять, что ты идешь, чтобы они ушли с дороги. А то иной раз как может получиться. Ты можешь наступить на одного из них, задеть. Это может им доставить какое-то раздражение. Но опять же, они не будут приступать эту границу и вселяться в тебя. До тех пор, пока они на самом деле не захотят преподать тебе урок всерьез, проучить тебя за что-то, тогда могут границу пересечь. Но даже тогда бояться не нужно. Ведь нас, мусульман, Аллах всемогущен и велик, научил определенным сурам Корана. Если эти суры читаешь, ты в безопасности. Даже если после Магрибы выходишь. Даже если пошел в какое-то темное место. При этом дал ты о себе знать или не дал. Если у этих шайтанов, у невидимых дьяволов, ты на пути попадешься, появишься у них на дороге. Они тебя не тронут, не подойдут к тебе, не причинят тебе вреда. Но это зависит от того, сколько страниц Корана на арабском ты прочитываешь регулярно. Понимаете? Да? Вот простые вещи для защиты. После Фаджра и после Магриба. Трижды, И все, прочитал это, и ты защищен. Еще можно подуть на руки и провести руками по телу. Ты защищен. Беспокоиться тебе не о чем. Если ты попал в какую-то ситуацию, в которой думаешь, так, мне нужна особая защита. Я куда-то пошел, ночью. Читай аят Аль Курси. Аят Аль Курси – это лучшая форма защиты. Субханаллах. Лучшая форма защиты. Читайте аят Аль Курси. Если ты прочитаешь аят Аль Курси и подуешь на что-то, вор, иншаллах, не украдет. У вас в Южной Африке воров много. Да или нет? Да. Несколько или много? Мало или много? Мно-го.